В Москву наконец-то пришло лето. Огромное количество людей на июньские праздники уехало из Москвы в Петербург, Казань, Самару, Сочи и остальные города России на всех вагонах, всех поездов, каких только возможно. Москвичи и гости города пошли гулять по всем паркам, каким только возможно, и они тогда еще не знали, что на следующий день им можно будет битком ездить в общественном транспорте, но будет запрещено сидеть на лавочках в парках. А на ВДНХ на одной из отдаленных площадей показывали не только ракету, устремленную в космос, но и космос для нашего российского железнодорожного транспорта, перспективный капсульный вагон. Такое ощущение, что те, кто занимался проектированием этого макета, решили, что капсульный вагон нужно показывать в маленькой, буквально капсульной форме, поэтому туда набивались люди битком и смотрели на то, каким может стать будущее их путешествий по рельсам от Москвы до Владивостока. А посмотреть здесь действительно есть на что. Перед нами очень маленький макет вагона в габарите Т. Именно такие места были известны нам благодаря так называемым китайским плацкартам, которые у нас принято называть капсульные вагоны. Основным отличием капсульного вагона от классического привычного нам плацкартного является расположение всех пассажиров вдоль поезда. По сути, все места здесь можно назвать боковушками, однако эти боковушки выглядят так, что гораздо лучше обычных боковушек в плацкарте. Сами обратите внимание, в одной плоскости здесь может лежать 4 человека, посередине находится очень приличный проход. Конечно же, сейчас уже хвастаются, что он шире, чем обычно, что он комфортнее, что он удобнее, по сравнению с чем? Ведь раньше у нас еще не было капсульных вагонов. В одном подобном вагоне помещается сразу 56 пассажиров. Теоретически, такой вагон можно сделать даже двухэтажным, но пока не факт, что и этот макет пойдет в серию, однако мне очень хотелось бы. Самое главное, здесь нету ни тех ящиков посреди полок, которые показывали нам в прошлом году на выставке на Павелецком вокзале. Здесь нету каких-то особенных элементов дизайна, это только макет, который показывает нам, что в перспективных вагонах может быть сразу 4 разных места, которые отличаются не только расположением снизу и сверху, но и ближе к проходу и дальше от него. Они имеют разное количество мест для багажа и разные удобства для пассажира. Пассажир на нижней полке около прохода будет иметь самое большое количество мест для багажа. У него будет все пространство под его лежачим местом, а также небольшое пространство между тем самым местом, где он будет лежать и окном. Теоретически, туда можно поставить второй чемодан, если, конечно, он не очень большой. Либо можно самому туда сесть с ногами и смотреть в окно, сидя спиной ко всем остальным или закрывшись шторкой. Есть и полочка, но, конечно же, внутри нет никакого пространства, потому что все пространство внутри относится к другому месту. Нижнее около окна подойдет тем, кто хочет, чтобы мимо него не проходили. Оно расположено на небольшом углублении, полочка здесь находится ближе к проходу и вряд ли будет пользоваться большой популярностью у пассажиров, потому что шторка находится между полочкой и своим лежачим местом. Зато пространство для багажа практически такое же, как и у другого пассажира. Все пространство под его лежачим местом. Здесь для второго чемодана или чего-то еще места нет, однако в остальном это очень удобно, очень комфортно и вполне подходит для путешественников, которые хотят полностью уединиться не только от тех, кто лежит рядом, но и от тех, кто просто проходит мимо. Верхняя полка около прохода имеет небольшое пространство для своего багажа. Здесь пассажир может расположить небольшой или средний чемодан или свою сумку между своим лежачим местом на полочке около окна. Не могу сказать, что это очень удобно для всех, но для таких пассажиров, как я, например, которые не берут с собой чего-то большое, это будет очень актуально и очень комфортно. И здесь же можно расположить небольшой чемодан и небольшую сумку рядом, потому что полка тоже находится между вами и окном. А вот у пассажира, который будет лежать на верхней полке около окна, то есть подальше от прохода, будет самое маленькое место для багажа. По сути его нет, можно просто засунуть в свою сумку куда-нибудь к себе в ноги, под голову, ну или куда-нибудь еще, например, в багажное отделение. В начале вагона, в начале этого макета, точнее, ведь это может быть как начало вагона, так и конец, есть два пространства. Одно из них сделано как образец багажных полок для тех, кто не боится за свой багаж. Здесь же есть места, которые на перспективу задуманы под перевозку велосипедов. Теоретически это же место может быть переделано в купы проводника. А противоположная сторона этой части макета сейчас практически пустая. Теоретически здесь могут быть и вендинговые автоматы, которые сейчас появляются в поездах. Говорили некоторые даже, что здесь будет лаунж-зона или что-то подобное. Но скорее всего, с одной стороны здесь будут места для багажа велосипедов и прочего крупноговорительного багажа, а с другой стороны будет купе для проводника. Уже в макете работали два вида индивидуального освещения. Есть розетки, есть вешалки, есть USB разъемы и есть в общем-то все остальное, что нужно любому пассажиру. Такой классический современный набор услуг. Будут ли такие вагоны востребованы? Я думаю да. Я с огромным удовольствием поехал бы именно в таком вагоне, а не в обычном плацкарте. Я как человек-интроверт с не очень большим багажом могу по идее занять абсолютно любую полку, что на нижнем, что на верхнем уровне, пользоваться спокойно освещением, шторками и никому не мешать. И я думаю, что это очень хорошо и гораздо лучше, чем тот вагон габарита Т классический плацкартный с ящиками между полками, которые показывали раньше. Ссылочка тоже сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. А снизу, как всегда, есть кнопки лайк, подписаться и возможность написать комментарии. И не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это очень важно для развития канала. Большое спасибо за просмотр. Всем вам хороших путешествий. Пока.